Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс. Мне просто очень жаль. И всё. Мне жаль. Искренне, честно, от всего сердца. Не знаю. Не знаю. Но я этого заслуживаю. Если так происходит, я этого заслуживаю. И я это абсолютно признаю. Мой сын Валкаев Ахмед Магомед Гаджиевич 17 мая во время вашего прямого эфира допустил очень оскорбительные и неуважительные высказывания. Я понимаю, насколько это серьёзно у нас на Кавказе с просто такие слова. Мне очень стыдно за такое воспитание. Я не понимаю, как это так вышло. Гамзан Ахматович, мои родные этого подростка, вполне осознал поступок нашего мальчика. Приносим вам и вашему окружению наши извинения. Мальчик тоже осознал свою вину. Аллах любит, прощат и любит прощающих. Пусть Аллах бережёт вас. Всем шалом, товарищи. Недавно я увидел новость, что чувак обозвал Кадырова шайтаном. Кем Кадыров и является, кстати, в Инстаграме. И потом вся его семья извинялась. Я считаю, что это неправильно. И то, что Рамзана Кадырова нужно уволить с должности главы Чеченской республики из-за вот такое вот поведение в отношении граждан, особенно граждан другой республики, дагестанцев. И официально заявляю, что Рамзан Кадыров шайтан. Я бы хотел извиниться перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым за моё прошлое видео. Ладно, я пошутил. Не буду извиняться не перед этим тираном и шайтаном. В общем, смотрите видео, лайкайте. Если меня найдут, я обязательно сниму видео. И вот у меня на канале там в описании будет. Засветил, засветил. Дорогие друзья, два дня назад я для привлечения подписчиков позволил себе оскорбление в адрес главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Я хочу пронести свои искренние извинения перед Рамзаном Кадыровым. Он настоящий мужчина и лидер своего народа. Я очень сожалею в своём поведении. Я и есть самый настоящий шайтан и лох. Здравствуй, Рамзан Кадыров. Ты знаешь, сейчас новое поколение видит всё, что творится у тебя на родине, всё, что творится у нас на родине. Дальше это поколение справедливости и правды. И у меня горд за этих детей. И когда мальчик сказал, что ты шайтан, я тебе скажу так, он действительно прав. Я недавно вас назвал шайтаном. Прошу вас прощения. Просто с утра встал, ну, выпил на голодный желудок. Ну, наверное, в тот момент я сам был с шайтаном. Я прошу вас прощения. Ну, а что могу сказать той молодёжи, которая сейчас в интернете... Ребят, мне нужно этому. Не делайте ошибок. Я принесу свои извинения за такой поступок. Я не считаю себя человеком после такого. Я извиняюсь перед всем. Ну, я совершил такой ужасный поступок. Сквернили, как сказать, родину считать. Я как гражданин России готов бороться с нацизмом до последней капли крови. Я как гражданин Российской Федерации готов бороться с нацизмом до последней капли крови. Что ты сделал? Я фотофоткался возле храма. Возле храма я извиняюсь, искренне извиняюсь. Я никогда больше так не буду делать. Я искренне извиняюсь. Я больше никогда клянусь Я сейчас не буду никогда такие вещи делать. Да, то, что сделать такие фотографии, тем самым оскорбит чувства верующих людей. А зачем показать? Заигралась немножко в инста-блогерам. Все будет удалено и больше такого не будет. По поводу нет пресечения. Возражается или не возражается? Нет, не возражаю. Я не хотела задеть чьи-либо чувства. Этот ролик был снят чисто случайно. Если я кого-то оскорбила, то мои искренние извинения, этот фон был выбрат в случайном порядке. За что задержаны, знаете? Да, 26 ноября на своем рэп-баттле я публично оскорбил русскую нацию. Я раскаиваюсь и хочу принести свои искренние извинения перед всем русским народом, всеми русскими женщинами. Потом я выхожу и матрас с братом выкидываю, который тоже не русский. Матрас? Матрас очень даже русский. Я его выбрасываю, он весь в говне. Ладно, не нужно было говорить все. Я видел матрас, матрас действительно в говне. Матрас весь в говне. Просто, я не знаю, если что, предыдущие съемщики русские и, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать. Я не имел намерения никого оскорблять. Выступление воеволюстическое направлено было в первую очередь в сторону высмеивания ксенофобии как раз. Я это не признаю. Не признаю, очевидно. Но раскаиваюсь. Давайте, извиняйся. Что ты сделал с крестом? Я извиняюсь, ребят, за то, что я бросил крест на пол. Вот и все. Нет, ты не просто извиняйся, ты очень сожалеешь о том, что ты сделал. Я сожалею, ребят. Ну вот просто наш Бог милостив, поэтому ты сейчас стоишь и улыбаешься. Ты не улыбайся только, понимаешь? Да я не улыбаюсь. Не улыбайся, я тебе говорю. Понял? Что такое? Еще раз говорю, чтоб не улыбались вы, бараны. За свое видео полностью изменяю. Извиняюсь. Извиняюсь за видео. За какое видео? Полностью. Искренне протягиву после баку, что я говорил. Ты б***ь! Гол**а! Извиняюсь! Извиняюсь за видео. Искренне против усыпавтовства говорю. В kilometр! Уходи! 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 За что задержан, знаете? За то, что толкнул офицера полиции. Готовы принести извинения? Да, готов. Слушаю вас внимательно. Я считаю, что я сделал лишнего. Что именно? Что толкнул офицера полиции. Бинусу признаете? Признаю. Я попал по влиянию толпы. И хотел бы попросить прощения у сотрудника полиции за свое поведение. Под влиянием всеобщих агрессивных настроений приняла участие в драке против сотрудника полиции. О чем я сожалею и, безусловно, прошу прощения. Зачем мы его спать? Стою за счастье! Спасибо большое. Я бы хотел свои угощающие искренние извинения принести. Поверьте, там очень сложное болтение для полиции. И наложение фактов я... Ну, просто за пять минут буквально до этого у меня газом залили. У меня запотело, забрало. Я не видел то, что происходит. Вот цветочки какие-то хорошие. Золотые мочки. Правда, Маргарита Викторовна, не держите зла. Он очень переживает, Маргарита Викторовна. Граждане города Дербента, всем гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города Дербента. При себе иметь паспорт и военный билет. При себе иметь парапорт и военный билет. Убородайте граждан города Дербента. Всем гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города Дербента. Вы мне скажите, что это, б***ь, идиоты? Вы что, дебилы, б***ь, а? От имени военного комиссариата городских округов, город Дербент, Дагестанские огни и Дербентского района проношу извинения. Просим жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Работа, согласно указу президента, о частичной мобилизации продолжается в штатном режиме. Слава Украине! Было опубликовано видео, на котором я произношу фразу, которая неприемлема ни при каких обстоятельствах. Я за нее извиняюсь. Я искренне извиняюсь и хочу выразить поддержку армии России и специальной военной операции. Закохлов! Я действительно выложила тосторис в день начала специальной военной операции. Я не понимала, что происходит, мне было страшно. Это глупый поступок. Давний глупый поступок, с которым я не согласна сейчас. Я поддерживаю военную операцию. Я переживаю за нашу родину и за людей, которые нас защищают. Я понимаю, что я кинула тень на моих коллег и любимое метро, на любимую работу. Поэтому я написала заявление об уходе, сегодняшним днем. Я единственное, что смею, это просить просто обращение. Прошу меня познать. Почему наши против наших бьются? Моя тетка в Украине, моя мать в Украине. Почему мы должны друг другу рожать? Я люблю Украину. Я люблю всех людей, которые там живут. От всего сердца прошел извинения за свои слова, за свое поведение в маршрутке. Люди, если это понимают, я был неадекватен. Прошел извинения тысячу. Увидел подростка урок шапки с символикой Z. Я его оскорбил, не с мазурной броней. Извинения попросить хотите? Да, хочу. Я прошу прощения у ребенка. Я раскаиваюсь, признаю, что был неправ. Концерт группы «Изюм» в Москве 9 апреля не являлся антивоенным концертом, не являлся спланированной антивоенной акцией. Группа «Изюм» против нацистов всех националистей. Цвета флага «Бело-сине-белый» на сцене не являлся спланированной акцией солидарности с кем-либо. Вот, выдали нам сегодня супер-бронежилеты, страйкбольные, защищают от пневматики и собираются посылать на Украину в этом гаване. Сплошная показуха кругом, ничего реального не показывают нигде. Уважаемая общественность, прошу прощения за свое предыдущее видео, немножко не разобрался в ситуации. Вполне приличный отечественный бронежилет. Прошел проверку, выдержал два выстрела с честью. Поэтому, как бы, мне немножечко неприятно и стыдно, что я так повел себя в данной ситуации. Вот так вот в галамаркете и не вмерла Украина перед Новым годом в Питере. Слушайте, за такие песни сажают сейчас. Я серьезно говорю. Я приношу извинения за инцидент с музыкальным оформлением. В магазине проходит полная проверка обстоятельств произошедшего, чтобы впредь не допускать подобного. Галамар всецело разделяет и поддерживает ценности России. И регулярно оказывает помощь нашим бойцам на фронте ни словом, ни делом. У нас сегодня пчелинка пауза. Уявляй, потрогай, потрогай. В настоящее время гибнут наши боевые товарищи, также получают ранения, защищая интерес нашего государства, Российской Федерации. В это время представители шоу-бизнеса отручают нашу молодежь, показывая нецензурные ролики. Мы поддерживаем инициативу движения «Зов народа» по проверке данных мероприятий. Всем спасибо. Победу вас за мной. Дорогие мои друзья, в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. В нынешнее трудное время, время героическое, не может и не должен артист моего масштаба, народный артист, так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. Я патриот только своей страны. Я никуда не уезжал и не предавал. Родину люблю, и никто не запретит мне это делать. И никакая критика у меня не отобьет моего желания помогать оставаться добрым человеком. К слову, крайний концерт для семей СВО я дал 5 декабря. И выступлю, и помогу еще не раз. Но я совсем не согласен с желанием некоторых грести всех под одну общую гребенку. Каждый отвечает сам за себя. Могу сказать вам за себя, друзья мои. Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид. Я за это извиняюсь. Я люблю свою страну. Я журналист, который работает в России. Шарлотт Эдуард Валерьевич, 07-02-98. По какой причине доставил сюда, понимаешь? Да. Назови. Я сжегу паспорт. Какой паспорт? Российская Федерация. Россия, нагрубил тебе с порога. Прошу прощения. Не побоюсь громкого слова в адрес твоего превосходства. А поскольку он перед нами покаялся, а вы ничего не знаете, вот пусть покаялся перед вами. Вот давайте вы его сюда пригласили. Вот вас считает. Вот твое паства, вот твой пастель, а вот ты. Вот. Моя школа. Дорогие братья и сестры. Виноватый перед вами Владык из Казан, там, да, что говорил, молитвы на мире, читал опять. Вот по гордости своей, по неразумию. Здравствуйте, полиция. Родцового Винара здесь проживает? Да. Здесь находится. Дверь дом. Где комната, показывайте. Показывайте, где он. Стоим, стоим, свет. Не буду радовать ребенка, тихонечко. Тихонечко. Ребенка не будете, выйдите. Что, Господи, представьте. Ранее выложила в интернет в виде прозы, что дискредитировала вооруженные силы России. Приношу свои извинения. Впредь такого не повторится. Поддерживаю СВО. Под публикацией «Марюболь возвращается к мирной жизни» оставила комментарий, порочащий вооруженные силы Российской Федерации. Я осознала свою ошибку, поменяла свои взгляды на происходящее. Считаем необходимое проведение СВО для зачистки и клятой нечисти. Я проживаю в городе Херсон. Позволяла себе грубое высказывание в адрес русских военнослужащих, называя их оргами. Свою вину и неправоту я осознаю. Я прошла курс деноцификации. Хочу принести извинения всей Российской Федерации, самое главное, жителям Белгородской области. Я по ошибке, по необдуманности снял видео, на котором была запечатлена камера наша система ПВО. Свою вину и в этом я полностью признаю. Готов принести за это полное наказание. Неосознавание последствий. 2 января снял работу систем ПВО. Хочу извиниться перед всей Россией и своей областью. И за данное нарушение готов принести наказание. 1960 года рождения, находясь на Крымском рынке города Феодосии, высказал свое мнение, что я против проведения на Украине специальной военной операции, так как меня беспокоит то, что гибнут люди с обеих сторон. Впредь стараюсь воздерживаться от таких высказаний. В 1969 года рождения признаю то, что я оскорбляла президента Российской Федерации по неосторожности. В 1968 года рождения опубликовал в социальных сетях дискредитацию Вадима Владимировича Путина. Я осознаю, поддерживаю СВО, полностью согласен с теми задачами, которые сейчас выполняются по вооруженной силе Российской Федерации. Долгое время дискредитировал вооруженные силы Российской Федерации, а также иные силовые структуры, а также президента России. Я приношу свои извинения за свою плохую деятельность. Спасибо товарищу майору за то, что эта бутылка находится у меня в руках и не в другом месте. Я задержан за призывы к террористической деятельности, поддержку ВСУ и критику ругательства действующей власти. Вину признаю. В целом, в дальнейшем это не повторится. Владимир Путин, президент. Люблю Россию. Мы непобедимы, мы непобедимы. Мы непобедимы, мы непобедимы. Жизнь, я всегда был. Мы непобедимы, мы непобедимы.